Добрый день, уважаемые зрители. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре «Как службы доставки справляются с возросшим количеством заказов». Прежде чем мы начнем, я бы хотела увидеть в чате, всем ли слышно, видно нас и так далее. Можно плюсики просто оставить в чате. Вот, пошли первые. Пока мы ждем обратную связь от зала. Представлюсь, меня зовут Анна, компания «Воксим Плант». Немного расскажем, как сегодня будет проходить вебинар. Займет он примерно 45-50 минут. Вместе с коллегами будем обсуждать, как доставка у нас преобразилась, изменилась в этот период. И еще, заранее извиняюсь, немного шумно на улице делают ремонт. К сожалению, никак на это повлиять не смогла. Вернемся. Все вопросы мы будем рады видеть в чате, потому что нам важно на самом деле знать ваши мнения, комментарии и так далее. И плюс у нас будет после каждого доклада 5-7 минут, чтобы ответить на все ваши вопросы. Если на какие-то вопросы, по каким-то причинам мы не сможем ответить, то можно оставить по ссылке в анкете... Извиняюсь, скинула ссылку. Там можно в анкете оставить ваши вопросы, и мы ответим на них уже после вебинара. Потихоньку также скажу пару слов про наших инфопартнеров, которые нам помогли в организации. И, собственно, перейдем к нашим спикерам. Сегодня с нами Александр Воронов, руководитель направления внутригородской логистики компании СДЭК. Добрый день, Александр. Александр, расскажи про то, как компания СДЭК организовала бесконтактную доставку, почему службам доставки важно иметь робозвонки. Также вместе с Александром, при необходимости ответить на какие-то технические вопросы после доклада, подключится наш коллега Ярослав Стоев. Он уже в чате, и, собственно, в чате будет отвечать на какие-то технические вопросы, если они появятся. Также с нами сегодня Анна Платова. Это пиар компании «Вкусвилл». Добрый день, Анна. Здравствуйте. Она расскажет, как «Вкусвилл» милниеносно перестроил свои бизнес-процессы под современные реалии. И также у вас в чате есть отдельное такое окошко «Опрос». Если вы на него нажмете, то увидите небольшой опрос от «Вкусвилл». Нам важно узнать ваше мнение. Знаете ли вы, что есть у «Вкусвилл» доставка? И можем в процент соотношении посмотреть. А кто что-то выигрывает, знаю, знаю. В основном люди знают. Ближе к докладу Анны. Еще раз глянем на результаты опроса. Тогда я передаю потихонечку слово Александру. Готов, готов. Пожалуйста. Так, коллеги, добрый день еще раз. Соответственно, расскажу сегодня о том, как СДЭК перестроил свою работу с учетом изменившихся факторов на рынке, какие инструменты вы вводили, как это повлияло на рентабельность процессов, чем это может быть полезно не только в работе нашей компании, но, наверное, и многим другим участникам рынка. Соответственно, несколько слов о том, какие, собственно, факторы мы принимали во внимание, что повлияло на необходимость перестроения процессов. В первую очередь, конечно, это пандемия, и связаны с этим ограничения, ввод режима самоизоляции, ограничения и передвижения в городах, как на транспорте, так и непосредственно. Это изменения в работе наших пунктов выдачи заказов, ПВЗ. Соответственно, туда стало приходить меньше людей, и, в принципе, меньше перебегаясь, и, естественно, меньше получая наши заказы, меньше размещая эти заказы у нас. Закрывались торговые центры, где-то местные органы власти вводили ограничения на работу тех или иных коммерческих структур, в том числе где-то более законно, где-то менее законно препятствия в работе пунктов выдачи заказов. Закрывались магазины, в которых клиенты привыкли совершать покупки непосредственно вживую, скажем так. И все это привело к тому, что клиенты вынужденно стали использовать, по сути, всего один единственный канал для получения товаров. Это e-commerce, это заказ курьера на дом, в редких случаях в офис. Соответственно, в результате у нас стали меняться бизнес-процессы. Нужно сказать, что последние полтора года мы наблюдали тренд перетекания доли заказов из доставки на ПВЗ в пункты выдачи. Так как в условиях современного города многие клиенты не готовы ждать, когда приедет курьер. Бывают случаи, когда курьер приезжает позже. Люди хотят планировать свое время самостоятельно. И, соответственно, у нас доля доставки постепенно уменьшалась. И к началу этого года на ПВЗ у нас примерно 35% заказов уходило. Тем более, что еще и сеть наших ПВЗ наращивалась ежегодно вдвое. И, соответственно, мы как бы предполагали, что в этом году объем доставки упадет на процентов до 25. Но буквально в течение одного месяца произошло резкое перераспределение обратно на доставку. И уже 55-60% стало приходиться на дистанционную торговлю, на доставку до Диэй. Соответственно, вырос спрос на новые услуги в доставке. Стали появляться новые сегменты рынка. В частности, у служб доставки стало больше заказов на доставку продуктов. Кроме того, с 1 апреля была разрешена доставка фармацевтической продукции. Все больше клиентов хотели получать свой груз срочно, а не на следующий день. Доставка в 2-3-часовой интервал, особенно если речь идет о продуктах. Как следствие, мы получили резкий рост объемов и нагрузки на курьеров. Сейчас у нас объем работы примерно в 2 раза выше, чем он был в так называемом мирное время до марта. Я сейчас не беру периоды пика сезона, а именно в обычные месяцы. И как следствие, мы поняли, что если мы не хотим масштабировать наш персонал кратно объему операций, тем более, что за такое короткое время просто физически нарастить штат достаточно затруднительно, мы стали искать варианты, где эти операции могут быть сокращены по времени, чтобы предоставлять полный сервис для клиентов, но тем не менее работать быстрее. И кроме того, было необходимо учитывать ограничения взаимодействия с клиентами, которые не были готовы уже к прямому взаимодействию с курьером, как раньше. Например, если ранее мы использовали инструмент росписи на экране смартфона, то, естественно, здесь уже клиенты отказывались даже близко подходить к курьеру, не говоря уж о том, чтобы расписываться у него на смартфоне. Соответственно, перед нами возникли задачи поддержания эффективности бизнеса, поддержания маржинальности. Стало понятно, что производительность курьеров вынуждена вырастет с 50 адресов в среднем в день, которые мы делали до пандемии, до 60-70. Как я уже сказал, возникло необходимость сокращать время на операции на всех этапах производства. Это и работа полцентра, работа складов, работа курьеров. Это варианты развития роботизации, сопутствующие действия по информированию клиентов, особенно в полцентре. И, соответственно, оптимизация условий вручения груза с учетом необходимости в соблюдении социальной дистанции. Расскажу, собственно, поподробнее о тех инструментах, которые мы использовали. Ну, вот, в частности, роботизация информирования. Мы раньше использовали не только голосовое оповещение наших клиентов о том, что мы будем выполнять доставку, о согласовании времени, даты. Вот, использовали робо-звонки, использовали мессенджеры. Но в этих условиях, конечно, мы их стали использовать еще более активно, потому что, во-первых, это быстрее, во-вторых, естественно, это дешевле. Я повторюсь, задачи поддержания маржинальности бизнеса встали очень остро. Мы стали использовать дополнительный инструмент, но вот как один из вариантов, приведенный кейс по распознаванию речи при ответах клиентов. То есть раньше, например, мы согласовывали дату и адрес доставки роботом, и в том случае, если требовалась доставка по новому адресу, тогда робот говорил о том, что вам перезвонят, уточнят, и дальше мы уже использовали голосового подрядчика для того, чтобы зафиксировать изменения адреса в нашей учетной системе. Но мы подключили инструмент распознавания речи, и, соответственно, мы смогли и согласовывать сам факт доставки, и фиксировать новый адрес нашей системе уже за один звонок, выполняя не две операции, а одну, ну и, соответственно, тратить на это меньше времени. Еще один инструмент, который также очень помогает в этих условиях, это робозвонок курьера для уведомления о прибытии или задержке. Дело в том, что большая часть интернет-магазинов ожидает от нас уведомления клиента за полчаса, за час до приезда, для того, чтобы даже если клиент вынужденно отсутствует, ну, например, молодая мама гуляет с ребенком, она успела вернуться и быть готова к прибытию курьера. Соответственно, при производительности порядка 50 адресов в день, и необходимости позвонить большинству клиентов, как минимум 1-2-3 минуты разговора на каждого клиента у курьера уходило. Вот. Мы сделали опцию, которая позволяет в мобильном приложении одним нажатием кнопки в мобильном приложении курьера отправить роботизированный скрипт клиенту, где клиент мог бы или согласиться, или оказаться от доставки, выбрать вариант переноса ее на другую дату, или выбрать вариант живого разговора с курьером, если он считает необходим сообщить какие-то детали, которые касаются доставки. Соответственно, курьер выставляет несколько робозвонков вперед на полчаса своей работы, получает обратно статус готовности приема или неприема груза клиентов, в редких случаях разговаривает с клиентами, и таким образом тратит гораздо меньше времени на то, чтобы проинформировать всех в течение дня о том, что он будет прибывать. То же самое при задержке. Когда у курьера и так уже времени нет, не дай бог, он опаздывает к клиенту, вместо того, чтобы ему звонить и тратить время на звонок каждому, он может отправить скрипт с информацией о том, что он задерживается от 30 минут до 3 часов, что также экономит время и увеличивает скорость прибытия. Вот. Также решили одну из задач, связанную с интервалом времени. Не секрет, что у клиентов планы меняются, даже тогда, когда они вчера заказали нам доставку на сегодня первое дня, что-то изменилось, и, например, клиент может принять груз только во второй половине. И для того, чтобы также потратить на это как можно меньше времени, у нас есть возможность также при помощи робозвонка получить новое время от клиента, зафиксировать его в своей системе, пробросить курьеру, который уже в этом случае изменит свои планы, изменит свой маршрут и приводит в то время, которое потребовалось клиенту после изменения. Несколько слов об изменении процесса вручения груза, которые потребовались для того, чтобы соблюдать условия в режиме пандемии. В первую очередь это бесконтактная доставка, ну, соответственно, это и возможно бесконтактно вручать груз, и возможно бесконтактно забирать груз. Выглядит это таким образом. Наш курьер, уже прибывая непосредственно к клиенту, сообщает о том, что он на месте, он готов оставить груз возле двери, соответственно, звонит клиенту, сам отходит на безопасное расстояние. Клиент выходит, убеждается в том, что да, рядом как бы человека нет, он получает груз, и если он готов его принять, если никаких вопросов по внешнему виду и прочему нет, тогда курьер из своего мобильного приложения генерирует смс-код на указанный телефон клиента, и клиент, называя этот телефон, подтверждает факт вручения, соответственно, эта информация очень помогает интернет-магазинам понимать, уже состоялось вручение или нет, и при этом клиент удовлетворен тем, что не нарушает социальные дистанции. Кроме того, оптимизировали варианты по оплате. Если раньше мы использовали наличные и оплату по карте, то в текущих условиях даже не все были готовы принимать оплату по карте, мы сделали вариант оплаты через сайт, где курьер также в своем мобильном приложении генерирует ссылку на наш сайт. Клиент, переходя по этой ссылке, попадает в уже предзаполненную форму, ему остается внести минимум информации, соответственно, деньги онлайн зачисляются, и курьер получает информацию в своем мобильном приложении. Таким образом, оплата происходит моментально, без непосредственного тесного взаимодействия. И, кроме того, мы это можем применять не только в доставке, но и в пункте выдачи заказа, потому что даже там, собственно, какая-то минимальная возможная дистанция необходимая клиенту, также удобнее получать грузы, оплачивая их на расстоянии. Ну и несколько слов о том, собственно, как это влияет на рентабельность процессов, потому что эти инструменты востребованы не только в так называемое наше военное время, но и при постоянной, как мы надеемся, скорости стабильной работе. В первую очередь, это инструмент снижения затрат массы голосования доставок в контакт-центре, потому что по стоимости голосовые подрядчики, голосовые живые операторы стоят значительно дороже опций робота, робозвонков, ботов, даже и даже дороже мессенджеров, поэтому, конечно, максимально переводим операции на робозвонок, также частично используем мессенджеры, особенно в тех случаях, если уже согласование доставки идет в позднее время, и голосовое взаимодействие невозможно, вот в этом случае очень помогают мессенджеры, которые также дешевле голосового прозвона. Инструмент робозвонка, как я уже говорил, существенно экономит время работы курьера, позволяя ему наращивать производительность на 10-15%, соответственно, по сути, человек работает за ту же зарплату, но при этом выполняет больше объем работ, и, естественно, его работа ретабельна для компании. Операции по оптимизации оплаты, они не только нам сокращают время, они, конечно, еще косвенно влияют на дополнительные, действия у курьера, потому что, например, если клиенту все-таки нужна наличная оплата, то нелепо возникает вопрос наличия сдачи, и курьеру или необходимо вернуться, чтобы уже с наличием сдачи вручить заказ, либо заранее разменивать эти деньги, тратить время на маршруте, либо даже если идет оплата карты, все равно это необходимое оборудование для эквайринга, которое нужно или купить, или нужно поддерживать, соответственно, оплата на сайте не требует дополнительных затрат, и при этом также может совершаться оптимально по времени. Вот в целом, коллеги, то, о чем хотел рассказать по нашим процессам, по нашим изменениям, готов ответить на вопросы. Да, Александр, спасибо большое, у вас прям такая все по делу, только исключительно. Ждем ваши вопросы в чат, и пока что ждем вопросы, зададим свои. И, Александр, расскажите, сколько процентов доставок происходит только с помощью робозвонков? И в скольких процентах все-таки требуется живое общение оператора с человеком? Ну, на данный момент мы нарастили долю использования робота до 35-40%. Начинали мы с доли порядка 10%. То есть как раз после того, как мы смогли ввести инструмент распознавания речи, робот стал гораздо более востребован клиентами. То есть раньше не все, например, готовы были дослушать или дождаться повторного звонка. То есть мы увидели в том числе еще и рост конверсии. Если говорить об использовании голоса, то здесь, конечно, во-первых, зависит от того, какие задачи решает голосовое сопровождение. Потому что кейс согласования и доставки он самый простой, но есть, например, кейс решения проблемы курьеров на маршруте. Там, где курьер сообщает о том, что он не может найти клиента, дозвониться. Здесь, конечно, алгоритмы робозвонка не везде достаточно гибкие. И здесь больше требуется голосовой прозвон. По нашему ощущениям, мы еще, скажем так, не достигли пика использования возможности робота. И мы предполагаем, что голос, ну, наверное, где-то в 25% в нашем бизнесе все-таки будет востребован. Ну, вот доля робота с текущих 40-45 до 75% мы предполагаем повысить. А где еще планируется использование? Вообще планируется ли дополнительное какое-то направление, где вы будете использовать робосанки? Ну, в целом, конечно, это касается всех опций такого линейного взаимодействия с клиентом, где сценарии достаточно предсказуемы. Ну, например, мы планируем связать наших клиентов через клиентское приложение с курьером, когда он непосредственно находится на маршруте для того, чтобы клиент мог задавать какие-то уточняющие вопросы. И здесь мы будем применить два уровня автоматизации. Частично это чаты и боты, а частично это как раз робот, потому что, ну, какие вопросы чаще всего возникают у клиентов, когда курьер уже везет на заказ? Когда привезете? Поскольку будете? Вот, и, соответственно, используя расчет тайминга прибытия курьера непосредственно клиенту, робот, конечно, может давать это прогнозное значение, не отвлекая курьера от работы на маршруте, экономя время. Скажите, вот последний вопрос с нашей стороны. Вы используете робозвонки, например, робота, когда заказ приходит в пункт выдачи или все-таки это просто смс и все? Да, используем. У нас есть, собственно, два уровня информирования клиента. Да, мы используем частичный смс о том, что ваш заказ пришел в пункт выдачи. Собственно, смс и робозвонок в этом смысле друг друг дополняют, потому что смс порой человек готов прочитать там позже и воспринять информацию, если не смог воспользоваться ей в онлайне. Робозвонок помогает, конечно, лучше что-то объяснить клиенту. Поэтому мы уже частично переключаем наши уведомления о приходах заказа на ПВЗ на робот. Предполагаю, что какая-то доля смс-информирования там останется, но да, это тоже то самое согласование доставки, только не доставки до двери, а доставки до склада. Выслышала вас. Обращайтесь к нашей аудитории. Не забывайте задавать ваши вопросы. Если какие-то вопросы придут чуть позже вам в голову, то можно оставить вот посылки, которые я оставила в чате. Мы ответим уже после вебинара. Александр, спасибо. Вижу, пока вопросов не было, но вы настолько конкретно все рассказывали, что я думаю, что там сложно какие-то вопросы еще, чтобы появились. А, вы смотрите, Виталий, кроме смс, какие мессенджеры вы используете для коммуникации? Ну, собственно, все наиболее развитые – это и вайберы, телеграммы, и ватсап. Вот, то есть все те каналы, которые максимально востребованы в большей части аудитории. Здесь, собственно, как только вот на рынке появляется, ну, скажем, телеграмм какое-то время не был востребован. Вот, ну, если будет какой-то новый мессенджер, то, соответственно, мы будем подключать его. То есть эти платформы, они, в общем-то, достаточно легко масштабируются. Поэтому, ну, в основном пока вот эта большая тройка – вайбер, ватсап и телеграмм. Хорошо, спасибо большое. Тогда потихонечку будем переходить к докладу Анны. Тогда, Александр, оставайтесь на связи, если… Да, да, коллеги, я с вами в эфире. Если вопросы будут, отвечу тогда уже в конце нашего вебинара. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. Пока мы переключаем презентацию. Напоминаю, что у нас вот во вкладке «Опрос» всё ещё висит опрос, который, если вы не прошли, нужно пройти. И пока что всё-таки большинство знают о том, что у «Вкус Виллы» есть доставка. Всего и пару человек, кто впервые слышит. Поэтому, Анна, это прям отличная информация. Я передаю вам слово, и тогда извинимся уже после доклада. Хорошо, меня слышно, да? Я вас слышу. Тоже хочу присоединиться к словам благодарности к Александру. Очень интересная и познавательная для меня в том числе была информация. Вот. Со СДЭКом мы работали, кстати, уже даже в конце прошлого, в начале этого года. Мы тоже очень интересный кейс с ними делали по доставке подарков из магазинов. Уже интересный был для нас опыт. Делали с вашими коллегами из маркетинга. Да-да-да, мы как раз этот проект не так давно обсуждали на страцессии, поэтому я думаю, что мы будем развивать сотрудничество. Да, посмотрим. Вот. Давайте теперь про нас расскажу. У нас все было немножко более хаотично в доставке, потому что, честно скажу, вкусвелл в доставке новичок. И ситуация была такая, в общем, для нас очень сложная, стрессовая, но безумно интересная. Это были очень... Последние месяцы были самыми прям безумно интересными, мне кажется, за последний год так точно. Вот. Немножко расскажу, с чего все началось. Все... Ой, почему-то стало у меня перелистываться раньше. Началось все, на самом деле, даже не столько в марте, сколько в декабре. К декабрю 2019 года мы выпустили свое пилотное приложение по доставке вкусвелл-экспресс. В принципе, кто нас знает, немножко представляет вкусвелл, тот в курсе, что мы часто используем в бизнесе такой подход, который называется Lean Startup, метод бережливого стартапа. И мы делаем какое-то самое простое решение, минимально жизнеспособный продукт, MVP, который мы можем показать покупателям и оценить вообще, проверить гипотезу, есть ли на эту услугу спрос. Ну и, соответственно, в декабре и весной этого года у нас был маленький такой MVP, называется приложение вкусвелл-экспресс, который доставлял из, по-моему, около 300 магазинов вкусвелл в Москве и в Санкт-Петербурге силами нашего партнера GetTaxi. Вот. Что у нас было в этот период в офлайне? В офлайне у нас в этот момент было около 1300 магазинов по всей стране. Отдельно развивалась сеть микромаркетов в офисных центрах, отдельно развивалась и росла сеть вендингов в Москве и в Санкт-Петербурге. Их было уже около 100 на начало года. Ну и вкусвелл-экспресс осуществлял спокойненько где-то 800-1000 доставок в день. Ну и нам казалось, что вот мы выйдем на 3-4 тысячи, вот заживем, будет все хорошо, интересно, и класс, мы справимся. Вот. Ступил март, и внезапно все пошло не по плану. Ну то есть у нас и так обычно нет никакого конкретного плана, но тут все пошло не по плану совсем. Случился коллапс вкусвелл-экспресс, потому что рост на доставку, рост спроса со стороны наших покупателей на доставку был настолько авральный, что просто не выдержал партнер, который осуществлял доставки, и не выдержал само приложение, которое затевалось как маленькое MVP, а не на такое количество заказов, которое случилось. То есть оно сломалось на уровне пяти тысяч. Вот. И примерно пару дней у нас не было ничего. А в это время наши покупатели переходили в онлайн и заваливали нас гневными обращениями, всю нашу горячку, которую мы тоже принимаем по разным каналам связи, по всем самым современным мессенджерам. Вот. Были тысячи и десятки тысяч обращений, но все негативные. Дальше. В общем, мы, как команда, довольно быстрые и гибкие. Мы быстро поняли, что вкус Вилл Экспресс надо спасать. Причем спасать уже не только его, а спасать саму идею доставки, которая оказалась нужна покупателям, нужна прямо сейчас. У нас нет абсолютно ни минуты на какую-то там раскачку, тестирование, разработку. И были приняты стратегически важные решения вот буквально за два дня на ночных созвонах в Zoom. В общем, мы приняли решение, что все IT-ресурсы компании в этот период полностью переходят на поддержку и коммерс-проектов, в том числе доставки через Кус Вилл Экспресс, через другие каналы, через маркетплейсы. У нас давно доставка работает через доставку партнерами. Их у нас тоже много. От них потом отдельно расскажу. Случилась у нас трансформация команды внутри, потому что сразу же, как только стало понятно, что у нас Андрей тогда, Андрей Кривенко, основатель компании, выступил с такой очень понятной речью про то, что, похоже, все эти перемены всерьез и надолго. И это коснется точно. В общем, кризис не пройдет незаметным ни для кого. И были приняты решения, что мы никого не нанимаем. Но при этом все сотрудники, которые сейчас остаются, получается, не у дел в связи со всеми этими переменами, должны найти возможность, какие-то ресурсы, найти себе применение в концепции, в проекте доставки и как-то помочь коллегам там, где они действительно нужны. И это случилось действительно очень быстро. Мы объяснили, что в компании будет полностью мораторий на сторонний найм. И будет работать только внутренняя биржа труда. Соответственно, те коллеги, кто еще недавно был, например, дизайнером или строителем по открытию новых магазинов, они перешли многие на горячую линию. И в Telegram-боте отвечали, и в соцсетях отвечали на запросы и вопросы покупателей о доставке. Некоторые перешли в сам бизнес-проект. И, собственно, у нас было сформировано несколько чатов, которые мы так и называем чаты по управлению бизнесом, где всегда, в любой момент можно получить ответ от сотрудника любого уровня и довольно быстро решить любые вообще, любой сложности, конкретные вопросы наших покупателей и разобрать какие-то ошибки, очень быстро их исправить. Вот, соответственно, тут уже немножко рассказала, как трансформировалась наша команда на доставку. Хочу рассказать, что случилось с командой, которая поддерживала другие наши проекты докризисные. Команда микромаркетов начала развивать направление доставки по дачам и поселкам. Команда вендингов сделала такой пивот своей гипотезы. Они стали открывать вендинги в жилых домах Москвы, Санкт-Петербург уже, по-моему, 15 вендингов открыто. И перед кризисом мы запустили проект «Вкус Вилайс». Это небольшая сеть магазинов именно замороженных продуктов, качественная акустическая и шоковая заморозка. Вот, ну, они, соответственно, запустили доставку и сделали готовые рационы. То есть готовые рационы «Зайса» вы можете забросить в морозилку, и в любой момент у вас всегда будет завтрак, обед, ужин, продуманный, готовый, с посчитанной калорийностью. И, как я уже сказала, все остальные незанятые сотрудники перешли либо на доставку, либо на горячую линию поддержки доставки, которой тоже у нас до этого не было. То есть именно горячую линию, колл-центр, мы сформировали практически с нуля за неделю до сотни человек. Вот. В этот момент мы, конечно, начали активно знакомиться с новыми партнерами. Один из самых душевных наших таких добрых проектов в направлении доставки мы сделали вместе с Викой Евдокимовой, сотрудницей «Воксим Плант». Это был проект волонтерской доставки для пожилых. Не особо коммерческий, но очень виральный. Вот. И очень добрый для нас, потому что мы столкнулись с тем, что с запросами о доставке к нам стали обращаться не только те покупатели, которым мы можем ответить, скачайте приложение, выберите адрес и оформите заказ, но и те люди, которые абсолютно не диджитальные, которые при словах интернета «что это?» отвечают. Вот. Это пожилые люди, которые оказались незащищены в этот кризис, и им мы постарались помочь. И вот вместе с Викой Евдокимовой работал «Войсбот», который принимал заказы от пожилых, но и активно их принимала тоже наша «Горячая линия», которая первый же удар приняла на себя, то есть первые же там звонки от бабуль, «Принесите мне хоть хлебушка, хоть молока, я боюсь выходить из дома, кругом коронавирус». Вот такие обращения и наша «Горячка», и «Войсбот» они получали и старались осуществлять заказы. Вот. И ключевым партнером, который нас тоже очень выручил в тот момент, стали «Яндекс.Такси». Мы и заранее, и до кризиса договаривались уже с этими ребятами, были в переговорах, чтобы они помогли нам с доставкой в приложение в Кусвелл-экспресс, но вот кризис все немножко ускорил, и партнерство случилось быстрее. Ну и потом уже в апреле, в мае появились другие партнеры. Наш ассортимент появился на АЗС «Газпромнефть», на АЗС «Цити Дженерал Куллер». Появились мы в «Деливери Клабе», в «Яндекс.Еде», в «Ламоде», многие-многие другие партнеры. В общем, мне кажется, иногда такой хороший кризис, даже хорошая идея, потому что помогает найти новых партнеров на рынке, сделать какие-то совершенно еще вчера оказавшиеся немысливыми коллаборации, проекты, и все это случается очень быстро, и все готовы оперативно вовлекаться. Вот. И к апрелю мы поняли, что, собственно, Кусвелл-экспресс, конечно, хорош, но из-за того, что он затевался именно как MVP, действительно большое количество заказов мы просто не вытянем одним приложением, поэтому нам нужна новая бизнес-модель, новый проект. И так у нас, собственно, с 23 апреля, поэтому я понимаю, что кто-то еще не слышал про нашу собственную доставку. У нас появилась собственная доставка. Мы решили создать такой немножко комбинированный формат магазина и даркстора. На самом деле мы давно, наши коллеги много раз были в зарубежных бизнес-турах, присматривались к формату даркстора, но мы никак не могли нащупать вот это вот какое-то идеальное применение этой модели для нас. Сочетание магазина у дома и магазина удобного для доставки. Вот. Ну и тут неожиданно кризис нас подстегнул. Первые 22 даркстора мы открыли 23 апреля. Дальше они открывались со скоростью примерно 15-20 в день. Сейчас их уже, по-моему, около 550. И к концу апреля мы вышли уже на уверенные 10 тысяч заказов в доставке. И тут уже возник вопрос на тему, как все это продвигать, как донести до тех покупателей, которые, возможно, отвернулись от нас в начале марта, когда мы не могли доставлять вообще ничего, как заново сообщить им, что да, теперь у нас есть доставка и что она доступна, бесплатна, удобна, проста, честная. Там нет минимальной суммы заказов, нет никаких ограничений, у нас нет никаких временных слотов, мы не просим никаких добавок, наценок и сохраняем абсолютно все те же гарантии вкусвилл, то есть возможность и вернуть продукт, и получить деньги. Единственное, что когда возвращаете, если вам что-то не понравилось в доставке, то вы просто общаетесь с оператором в горячей линии, вам не нужно нести продукт в магазин, достаточно показать фото, объяснить проблему, что с ним не так, чтобы мы могли ваши обращения зафиксировать и дальше с ним работать. В общем, постарались сделать доставку такой, чтобы она сохраняла все ценности вкусвилл, всю нашу концепцию, и действительно была нужна нашим покупателям и конкурентоспособна. Вот. Собственно, тут мы поняли, что нужно подключать собственное приложение. Приложение вкусвилл раньше использовалось исключительно для нашей программы лояльности и как информационный каталог. Из лояльности туда интегрирован любимый продукт, функция «Я в магазине», разнообразное питание. Ну и еще там, кто знает какие-то фишки нашей программы лояльности, все они были в приложении, но не было доставки и не было возможности самовывоза. Вот. Соответственно, в мае мы интегрировали возможность заказа доставки в собственное приложение, переделали сайт так, чтобы он сейчас стал больше уже именно интернет-магазином, а не информационным сайтом компании. Вот. И запустили акцию. Ну, то есть как акция? Она бесплатная, доставка сейчас у нас, и мы решили ее запустить, но пока бессрочно, собственно. Столько, сколько наши покупатели будут ими пользоваться, хотим просто посмотреть, протестировать эту гипотезу бесплатной доставки. В общем, мы сделали ее бесплатной. И вот недавно, уже в конце мая, начале июня, выкатили дополнительную такую фишечку в лояльности, любимый продукт. При заказе онлайн он чуть больше, чем при оффлайн-покупке. То есть в оффлайн-магазине он у вас 20%, а при покупке онлайн вы можете получить скидку 30% на любой продукт, который вам больше всего нравится. Вот. Что касается коммуникаций, я сразу скажу, что мы побежали во все те каналы, которые нам были доступны. Соцсети, сайты, приложения, таргетинг в соцсетях, рекламные какие-то компании, сотрудничества с прессой, с радио. В общем, мы побежали по везде, где только могли донести информацию о нашей доставке. Но мы всегда заходим в какой-то новый канал методом тестирования. То есть мы используем какой-нибудь небольшой бюджет, оцениваем эффективность, то есть видим ее, не видим ее, есть ли рост заказов, нет ли роста заказов, оцениваем эффективность, и только потом принимаем решение о том, развивать ли этот канал, добавлять этот бюджет или нет. Вот. И, соответственно, у нас всегда есть такой элемент, как опрос. У нас есть свой отдел исследований, которые по новым покупателям доставки, по новым покупателям дарксторов, сделали опрос этот регулярным, то есть примерно раз в неделю по новым группам пользователей, не одним этим же людям, конечно, а разным каждый раз. Мы отправляли вопрос, откуда вы узнали о доставке и порекомендуете ли вы нас. Ну, большинство, где-то там 95% отвечали, что да, порекомендуют, и никаких критических ошибок не случилось. Вот. Были те, кто говорил нам около 20%, что да, были критические ошибки, но их удалось утрясти, благодаря тому, что мы оперативно возвращаем деньги или бонусы, и вообще всегда на связи, благодаря нашей горячей линии. Вот. А те, кто отвечали на вопросы, узнала, да, зная о вашей доставке из какого-то конкретного источника, мы... Там были варианты ответов, и, собственно, здесь вот видны результаты о том, откуда люди о доставке, в принципе, узнали. 60% узнали о ней очень просто, когда кнопка появилась в нашем основном приложении, вкусвелл. То есть просто один раз попасть в нужное место, оно уже дорогого стоит, и идея добавить доставку в наше основное приложение оказалась нашей лучшей идеей. Странно, что не додумались раньше, но вот, наконец-то, додумались. Опять же, кто узнает вкусвелл, тот знает, что мы очень верим вообще в сарафанное радио, и считаем, что если мы делаем продукт или проект хорошо, то люди сами про него расскажут. В этот раз наше радио было двухчастотное, как мы про него говорим. Оно работало со стороны покупателей. Мы видели действительно огромное количество сторис в соцсетях о доставке, репостили эти сторис регулярно, видели посты в соцсетях, поддерживали их. Наша горячка активно включалась в любые какие-то сложные кейсы. Если кто-то негатив какой-то писал в соцсетях о доставке, то мы старались каждый кейс разобрать с покупателем, понять, что пошло не так, и довести его до какого-то ответа. И на второй частоте работало наше сарафанное радио через наших коллег, через продавцов в офлайн-магазинах. Все получили так называемый бриф о доставке, о том, как она работает, какие у нас есть опции, что мы говорим покупателям, как мы объясняем, какие коммуникации мы доносим. И, в принципе, получилось так, что покупатели активно шли с вопросом о том, а какая у Вкусвила есть доставка, как она работает, как я могу воспользоваться доставкой, самовывозом и не ходить в магазин. Они с такими вопросами шли в магазин, особенно вот в начале, в первые месяцы пандемии. И, соответственно, наши продавцы уже имели всю полную информацию, и они подробно отвечали, что да, есть доставка, есть такая, есть такие-то условия, есть Вкусвилл-экспресс, есть приложение Вкусвилл, есть доставка на дачи и поселки. В общем, у каждого магазина была своя информация, которую он мог доносить до своих покупателей. И, собственно, это очень хорошо сработало, потому что покупатели у нас зачастую очень лояльны, то есть они даже по именам знают команду магазина, и очень много доверия вызывают вот такие коммуникации, которые идут от коллег-бросниц, от продавцов. Вот. Все остальные коммуникации, которые мы использовали, это пуши в мобильном приложении, таргетинг, соцсети, новости, СМИ. Ну вот, мы делали на них тоже очень большую ставку, но опрос показал, что, ну, примерно 10% новых заказов приходит оттуда. Но не так много, конечно, как мы ожидали. Отдельно хочу рассказать про Антона, Олега и картон. Мы придумали таких картонных ребят, Антона и Олега, которые олицетворяют нашу доставку. Это такие симпатичные курьеры, один брюнет, один блондин. Антон брюнет, Олег блондин, если интересно. Они стоят в магазинах, либо рядом с магазинами, где это позволяет, где это позволяет условия. И у них очень прикольный дизайн. И они, в общем, сообщают нашим покупателям о доставке. Мы запускали их вот просто как гипотеза уже. А почему бы и нет? А вот это мы еще не попробовали. Давайте попробуем эти картонные фигуры. Но оказалось, что это действительно очень хороший инструмент такой коммуникации неожиданной для нас. Покупатели реально вспоминали вот этих картонных Олегов и Антонов. И еще сработал такой канал коммуникации как листовки. Но, честно скажу, мы им не гордимся. Нам было больно за каждую листовку, розданную в связи с доставкой. Но мы понимаем, что иногда это просто необходимо. Например, все условия доставки на даче в поселке, их реально не объяснить продавцу. Проще уже сказать человеку вот вам листовка. Но к листовкам было очень неоднозначное отношение и у покупателей, и у нас. Потому что мы долгое время не раздавали вообще ничего. Мы бережно относимся к экологии, не плодим рекламный мусор. Но тут пустили, стали использовать под доставку и листовки тоже. Сейчас уже сворачиваем эту историю. Нового допечатка тиража не будет. И что мы имеем, собственно... Ой, ошибочка у меня здесь в презентации. Марь 2020... Нет, это май 2020 уже. К концу мая у нас уже было 527 магазинов-дарксторов. Вот этот формат, про который я говорила. Такое смешение офлайн-магазина и магазина удобного для доставки. Куда вышли сборщики и курьеры, закрепленные именно за этой зоной, за магазином. Мы вышли на стабильные 30 тысяч доставок в день. заработали свой первый миллиард с половиной онлайн-выручки и запустили новые услуги, новые сервисы в доставке, которые начали тестировать. Вот сейчас мы тестируем возможность доставки на завтра. Было уже протестировано, на самом деле, вот к июню могу сказать, доставка кофе. Доставка особого ассортимента тоже сейчас начнем тестировать. У нас есть ассортимент, который по техническим причинам не может быть представлен во всех магазинах, но может быть доставлен при заказе на завтра. И у нас появился такой интересный проект, как ресторан на полке. Это блюдо от известных ресторанов. Сейчас, по-моему, уже около 200 позиций в этом ассортименте появились в ассортименте магазинов. И вот они тоже доступны в доставке, но они раскиданы, получается. Вы можете заказать те блюда, которые есть в ассортименте того конкретного магазина, из которого осуществляется доставка. Это работает, в принципе, и в Москве, в Санкт-Петербурге и в Казани, по-моему. Вот. Как я уже говорила про команду, она вся осталась с нами. Все коллеги очень активно, охотно перешли на онлайн-направление, нашли себе новые роли в доставке, в онлайне, в коммуникациях, в горячей линии. Плюс вот говорил вначале, что был у нас мораторий на наймы новеньких, но нет, не вышло. Он продержался пару дней. Пришлось, опять же, под идею доставки и под развитие направления нанять около 100 новых коллег. И сейчас они уже с нами, так что новички к нам тоже добавились. Ну и в итоге у нас уже не одно, а два приложения с доставкой, плюс сайт. И есть несколько ключевых новых партнеров, которые тоже сейчас очень нам помогают с доставкой наших продуктов с коротким сроком хранения. Тут есть свои особенности. Вот тщательно в себя отбираем партнеров, долго тестируем. Сначала даем на тест в районе 20-30 магазинов подключить, а потом уже смотрим, насколько партнер надежный, какие мы получаем от него отзывы, и только потом раскатываем, как говорится, сотрудничество на всю сеть. Вот. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо всем, кто принял участие в вопросе. Я рада, что 67% уже знают о доставке в Кусвел. Надеюсь, и пробовали, и позитивно пробовали. Вот. И рада, что 17% уже что-то слышали. Остальное рассказала. Да, Анна. Да, Анна, спасибо большое за ваш доклад. Очень интересно дослушать, как все это было неноско у вас меняется. И так много новых идей. Это, наверное, очень интересно и классно. Еще раз напоминаю аудитории, что обязательно задавайте свои вопросы, чтобы Анна смогла в прямом эфире на них ответить. А пока мы ждем, зададим тоже, опять же, скидь несколько своих вопросов. Скажите, а как у вас автоматизирована вот эта коммуникация с клиентом, с курьером? И автоматизирована ли она вообще? Ну, в смысле, только человек звонит человеку или есть какие-то автоматизации? Мы используем SMS, мы используем пуши в приложении. И, в принципе, основной канал – это, конечно, приложение. Вот. Человек делает заказ. Сейчас попробую показать. Человек делает заказ и видит, и видит, собственно, всю информацию, всю информацию о нем, на какой адрес, когда, и там меняется статус. Оплачен, передан курьеру. То есть сначала заказ создан, потом он оплачен, потому что мы не списываем деньги до того, как заказ собран, и мы не уточнили все детали. То есть, когда вы делаете заказ в приложении на сайте, вы, получается, делаете как бы предзаказ предварительный. Потом наш продавец смотрит, что действительно на самом деле есть в наличии, поскольку мы доставляем из офлайн-магазинов. Это очень важно. То есть, например, вот мне вчера звонили из магазина и говорили, что шпината в горшочке нет, буду ли я брать шпинат в коробке. Для многих покупателей это действительно важный вопрос. Вот. И действительно разная цена. И только потом, когда я подтвердила, подтвердила, дала ОК на тот заказ, который со мной уточнили, мне приходит сообщение, что заказ собран, только тогда проходит оплата. Соответственно, сумма может немножко изменить, иногда в большую сторону, иногда в меньшую, если чего-то нет в наличии. И потом мне приходит оповещение, какой курьер ко мне едет с номером телефона курьера. И потом приходит сообщение, что заказ успешно завершен. когда я уже не получила. Вот. Ну да. Хорошо. Вот у нас Виталий несколько вопросов задает. Кроме таргетов в соцсетях, не пробовали смс-таргетинги? Виталий, насколько эффективен оказался этот способ? Виталий, мы пробовали смс-таргетинг от одного очень крупного мобильного оператора. Мы, честно скажу, недовольны эффективностью. Это оказался самый дорогой вообще канал оповещения. Причем мы его использовали для своего самого дорогого направления, для доставки в поселки и на дачи, где очень высокий и средний чек. И очень хотели именно до этой аудитории достучаться с этой информацией, потому что с ней вообще сложно коммуницировать. Но вот именно гео-таргетинг через смс от мобильного оператора нам показался хорошим таким решением. Но это оказалось безумно дорогое решение с низкой эффективностью. В общем, я не думаю, что мы дальше будем его использовать. Хорошо. А еще, Анна, расскажите, пожалуйста, вот насколько вот в процентах, наверное, делится, все-таки откуда больше приходит заказов? Из нового направления дарксторов или все-таки доставка, как из приложения? Да, смотрите, тут сложный такой вопрос. Заказов больше осуществляют дарксторы. То есть вот по итогам мая, это, в принципе, открытые цифры, я уже всеми с ними делилась. По итогам мая дарксторы осуществили 262 тысячи заказов, а вкусвилл-экспресс, доставляющий на такси, осуществил 278 тысяч заказов. Ну да, то есть ранее. Да, то есть примерно те же, ну, примерно тоже на то же, но у вкусвилл-экспресс так исторически сложилось, что раньше у нас это была платная доставка, и там существенно выше средний чек. Поэтому, если говорить по деньгам, то больше вкусвилл-экспресс сейчас, но и основное приложение вот по итогам мая тоже хорошие цифры нам показало. Хорошо. Вот Виталий спрашивает еще по поводу найма сотрудников, но не знаю, насколько это релевантный вопрос сейчас. Да вот, вы знаете, у нас во вкусвилле тоже есть такая поговорка, никогда не говори «никогда», как только мы скажем, что что-то вот… У нас просто Андрей тоже долгое время еще говорил, что вкусвилла не будет в других городах, зачем нам, Господи, Питер, мы не доедем, у нас свежайшее молоко. Сейчас уже там 120 магазинов в Питере, 40 городов, на днях открылся Амстердам, и Саранск тоже недавно открылся, долго работали над этим направлением. Вот, и вот как только мы сказали, что нет, все, мы никого не нанимаем, нет вот, ребята, но под доставку, ну как же не нанять новых людей под доставку? И на самом деле так получилось, что несмотря на, ну, видимо, или смотря на пандемию, к нам было очень много кандидатов, очень хороших, в том числе и технически, хорошо подкованных технических специалистов. Вот, и поэтому мы решили, что нет, мы не нанимаем никого в офис, но под доставку мы действительно готовы делать исключения для лучших кандидатов, и поэтому вот и на горячую линию доставки тоже было, наверное, довольно много человек. Хорошо. Анна, спасибо вам большое еще раз. Александр, если вы еще с нами, тоже благодарю вас за то, что вы сегодня так интересно нам рассказывали про то, как доставка в этот нелегкий период переродилась в разных компаниях. И если дополнительные вопросы остались, я сейчас продублирую в чат ссылку, куда можно в анкете оставить свои вопросы, мы дополнительно на них ответим уже после вебинара. Спасибо вам большое. Мы будем рады вас видеть на следующем вебинаре, который у нас пройдет во вторник. И спасибо нашим спикерам. Всем пока. Спасибо вам, коллег, за деленное время. Счастливо. До свидания.